Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошло совещание ректоров Республики Татарстан. Уже месяц работает временный ковид-госпиталь Казанского университета. Наш ютуб-канал Универ ТВ вошел в сотню самых популярных университетских ютуб-каналов мира, заняв 60-е место по количеству подписчиков. Напомним, на наш канал подписано более 50 тысяч человек. А теперь к другим новостям. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета прошло торжественное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента. Буквально через несколько минут на этой сцене состоится торжественное заседание ректоров вузов Республики Татарстан, где врут награждены молодые ученые, профессоры, директоры институтов за их научную и общественную деятельность. Сейчас зал пустой, проходят последние подготовки, однако совсем скоро гости займут свои места и с приветственным словом выступит ректор Ильшат Гафуров. Сегодня Совет ректоров проходит в таком необычном формате и посвящен он в полном объеме вопросам поощрения наших коллег. Вручали гранты президента Российской Федерации, а также правительственные и ведомственные награды молодым ученым, членам Совета ректоров вузов Республики Татарстан и представителям вузов Республики. Вручение прошло в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского университета. Награды вручали ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов. Я очень рад, что сегодняшние лауреанты грантов продолжают традиции отечественной науки, советской науки, современной российской науки и проводят глубокие, фундаментальные, прикладные исследования. Награждение проходило по нескольким номинациям информационные технологии, биология, технические науки, физические и астрономические науки, общественные, гуманитарные и другие. В свою очередь, министр образования поблагодарил руководителей подразделений за предоставленные возможности, как студентам, так и всем тем, кто занимается наукой и образованием. Я сегодня с удовольствием хочу поблагодарить уважаемых наших руководителей, членов Совета ректоров за ту совместную работу, за то, что всегда были рядом с нашим учительством, за то, что вы всегда приутили к себе в учреждениях высшего учебного заведения наших школьников, за то, что вы всегда оказываете какую-то огромную помощь в научном направлении и в творческом направлении. Хотелось бы в дальнейшем вот такая совместная работа была продолжена. Награждали на сцене не только представители Казанского университета. Это свои награды получили сотрудники КГТУ КАИ, Института культуры, Аграрного университета и других вузов Республики Татарстан. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. Ковид-госпиталь Казанского университета внесен в перечень Росздравнадзора медицинских организаций, направленных на профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции. Больница работает в штатном режиме. О том, как идет в ней работа, смотрите в следующем сюжете. Уже месяц работает временный ковид-госпиталь Казанского университета. За короткие сроки были проработаны инфраструктура и логистика больницы. Основной контингент – пожилые люди с хроническими заболеваниями, а средняя продолжительность пребывания больных – 10-11 дней. Как отмечают пациенты, главная заслуга в их выздоровлении – это работа команды врачей университетской клиники – терапевтов, кардиологов, хирургов, УЗИ-специалистов, урологов и других. Я пришел в страхе. Я не знаю, что со мной. Я не знаю, что происходит с теми, кто остался там, за двери. Меня приняли, меня со мной говорят, мне рассказывают. И самое главное, ведь рассказывают не только кто-то, а весь персонал. От медсестер до зав. главного врача. Каждый на своем. И появляется уверенность. Врачи отмечают, что процент выздоровления высок даже в самых тяжелых случаях, когда пациент длительное время находился в реанимации под искусственной вентиляцией. Но по сравнению с тем, что было, намного лучше. Уже сама могу и дышать. И лекарства помогают, врачи помогают. Врачи молодцы. Они несколько раз в день приходят, сверяют наше здоровье, температуру, давление, все показатели. Медсестры тоже постоянно здесь ходят. Коронавирус в сочетании с хроническими заболеваниями опасен. Поэтому совместная работа врачей из разных областей играет ключевую роль в лечении. Наш опыт в наших прошлых областях нам очень здорово пригождается. Вчера буквально у нас была ситуация, когда у нас случился у больного инфаркт. Здесь. И мы его помогли на высшем уровне. Мы фактически ему провели быстро тромболитическую терапию. Мы ему, так сказать, оказали помощь, мы его реанимировали, спасли. И перевели, буквально в течение нескольких часов, перевели уже в нашу же клинику, где ему провели операцию, он жив, и дай бог, все будет хорошо. А если бы кардиологов не было здесь, не знаю, как бы дело пошло. Конечно, нам в помощь все остальные службы нашей клиники, диагностические, лабораторные службы, которые круглосуточно, в круглосуточном режиме. То есть мы можем отвести любой анализ, нам сделают его в любое время суток, мы можем привести любого специалиста и перевести пациента в основной корпус, хирургический корпус. Важную роль играет и сплоченность команды врачей. Когда возникло необходимость сформировать штат, было объявлено это сотрудникам, и сотрудники откликнулись. Сюда приходит работать по желанию, с согласием. Команда собралась, желающая работать, это очень немаловажно. Внутри коллектива у нас очень доброжелательная обстановка. В свою очередь врачи благодарны университету, оказывающему немаловажную поддержку. То есть каждый сотрудник, он с начала работы в госпитале получил то, что получает любой сотрудник республики, работающий в таких же госпиталях. Мы видим, что с нами весь университет, весь коллектив клиники, и в отношении медикаментов такая же работа, она ежедневно проводится, то есть на все заявки, запросы, аналитика ежедневная проводится. По словам самих врачей, нет мысли о тяжести работы, когда речь идет о здоровье пациента, ведь это самое главное. Каждый помогает друг другу, знает, что делать, когда делать, никто не отказывается. И что я замечаю, они учатся друг у друга, передают квалификаты, просто смотрят. Если во всех центрах вот так, то ковиду в Татарстане не место, его не будет. Наука – это не только сложно, но и интересно. Об этом рассказывает проект для детей младшего возраста «Детский университет». На базе Елабужского института Казанского университета он существует еще с 2011 года. Недавно проект открыл свои двери в стенах университетской школы. Что нового узнали дети на этот раз? Смотрим прямо сейчас. Чем отличаются сабли рапира и шпага? Когда появился человек и существовали ли динозавры? Как собрать браслет желаний? Об этом и многом другом узнали ребята, приняв участие в проекте «Детский университет». Занятия проходили не только в университетской школе Елабужского института, но и на онлайн-площадке Microsoft Teams. По предварительным данным, уже мы видим, что к нам подключились и набережные челны ребята, и Нижнекамска, Мензелинска, Сармановского района, города Чистополя. То есть охват такой довольно-таки хороший будет. Часть занятий посвящена 216-летию Казанского университета и 122-летию Елабужского института. Ребята освоили и важные для каждого человека навыки. Я показывала игротеку «Дети мира», в состав которой входят модульные полифункциональные игры, например, такие как «Пойми меня», «Жестофон», «Пиктограф» и другие. И, соответственно, это игры не только для именно игровой деятельности, но и для развития и улучшения памяти и концентрации внимания. Следующие занятия детского университета запланированы на 20 декабря. Диана Жленкова, Денис Сипайлов, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова